В МТЛ-арене искали гибкий путь к победе. Именно так переводится с японского дзюдо. В воскресенье почти 120 спортсменов состязались в Самаре в этом виде боевых искусств. А кто стал сильнейшим, знает Николай Козлов. Турнир, посвященный памяти самарцев погибших в локальных конфликтах, проводится уже в 24-й раз. В этом году в нем принимают участие около 120 спортсменов. Среди участников прошлых лет – чемпионы Европы и мира. Кстати, эти состязания стали стартовой площадкой и для Тагира Хайбалаева. Олимпийского чемпиона в этом благородном виде спорта. Уже 13-й раз турнир проводится на Кубок памяти подполковника, заместителя командира отряда спецназначения Игоря Альбертовича Семенова, который погиб, спасая своих товарищей и входит в контртеррористической операции в Чечне. На состязаниях присутствует его супруга. От ветеранов, от отряда спецназначения Самарской области, от всех друзей и братьев, блин, от души. В областном турнире принимают участие 15- и 17-летние юноши, поэтому весовых категорий тут немного больше, чем в каноническом дзюдо. Получается 15-17 лет. То есть вот как раз самое становление, когда они начинают серьезно уже заниматься, осмысливают, чего они хотят. И, естественно, те, кто хотят и серьезно работают, они показывают высокий результат. Это возраст, на котором уже проводится первенство России. То есть ребята могут уже отбираться в сборную страны, могут попасть на первенство Европы, на первенство мира. Вот это как раз вот этот возраст. То есть здесь вот как раз начинается серьезный дзюдо. Настоящий дзюдоист обязан исповедовать целый ряд моральных качеств. Вежливость, смелость, искренность, самоконтроль и уважение. Именно таким является Иршат Бекташев, который победил в этих соревнованиях в категории до 90 килограммов. Если ты занимаешься дзюдо, то по жизни у тебя уже будет дисциплина какая-то, уважение ко всем. Обязательно надо сделать поклон, потому что твой противник, он тебе не враг, а ты с ним борешься только на татами. Наряду с самарскими спортсменами в нынешнем турнире приняли участие дзюдоисты из Саратова и Челябинска, а также бойцы из ближнего зарубежья – Казахстанского и Уральска. Николай Козлов, Виктор Соколов. Новости губернии.